Фонд обязательного медицинского страхования Гражданин для реализации этого права прикрепляется к выбранной им медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи. И также в этой медицинской организации, куда он прикрепился, он выбирает себе врача из числа участковых терапевтов, если это дети, то участковый педиатр и так далее, для того, чтобы получать бесплатно гарантированную государством объем медицинской помощи. В соответствии с порядками оказания медицинской помощи, он сможет получать и первичную специализированную медицинскую помощь, то есть у врачей-специалистов, путем направления от своего участкового врача, которого он выбрал, либо самостоятельно, но также в соответствии с порядками. Застрахованных граждан в лечебных учреждениях врачи принимают при предъявлении полиса. Участковый терапевт выписывает направление на соответствующие лечебные процедуры. В программе госгарантии предусмотрен большой спектр услуг, которые может получить пациент бесплатно. Сюда же входят и дорогостоящие процедуры, но исключительно по направлению лечащего доктора. В случае, если гражданин считает, что его права нарушены, что он заплатил за ту медицинскую помощь, какую он считает, должен был получить бесплатно, В этой ситуации он как раз-таки имеет право на защиту своих прав, и он должен в этом случае обратиться в страховую медицинскую организацию. Страховая медицинская организация разберется в его ситуации. Если действительно медицинскую помощь этого объема он должен получать бесплатно, и ему неправомочно взяли деньги за медицинскую помощь, то в этой ситуации как раз-таки медицинская организация должна возместить ему все потери, которые гражданин понес. Для этого у него должны быть документы, подтверждающие о том, что он заплатил за медицинскую помощь. Кроме страховых компаний, консультативную помощь гражданам оказывают специалисты территориального фонда ОМС и участковые врачи. Телефон горячей линии фонда обязательного медицинского страхования 68 15 20, пожалуйста, звоните. А так у каждого гражданина есть полис обязательного медицинского страхования, где указаны координаты его страховых компаний. Поэтому он может обращаться туда, где его всегда проинформируют и помогут. В каждом лечебном учреждении есть стенды, на которых можно самостоятельно ознакомиться с наличием платных услуг. Подробный перечень бесплатных услуг, которые оказываются по системе ОМС, прописан и четко регламентируется законом. В программе госгарантии сроки ожидания определены плановой госпитализации месяц. Вот за этот период времени его лечащий доктор должен определиться, куда он его направляет. То есть у нас единичны только виды помощи, которые оказываются строго в одном лечебном учреждении. А так, в принципе, разные лечебные учреждения существуют, которые оказывают аналогичные виды медицинской помощи. Лечащий доктор должен ознакомить гражданина, где он может получить вот этот необходимый ему вид медицинской помощи. И гражданин выбирает. Качество услуг, предоставляемых лечебными учреждениями, контролирует страховые компании и территориальный фонд ОМС. Контроль качества закреплено законом. Это прямая обязанность страховой медицинской организации. Они должны регулярно проводить проверки экспертные во всех лечебных учреждениях. Также определено государством и обязанностью фонда. Значит, мы можем проводить как плановые проверки в лечебных учреждениях, так и путем контроля за деятельностью страховых медицинских организаций, что мы и делаем. И поэтому, если мы находим ситуации, когда страховые компании какие-то пропускают случаи вопиющие, то мы наказываем страховую медицинскую организацию. А вот в случае выявления дефектов, страховая медицинская организация накладывает на медицинские организации финансовые санкции. И медицинская организация уже несет ответственности рублем в том числе в случае выявления каких-либо дефектов. По словам специалистов фонда, пациенты сейчас достаточно грамотные. А потому острых конфликтных ситуаций нет. Все вопросы решаются на месте. Если не с лечащим врачом, то на уровне заведующего поликлиникой. Субтитры создавал DimaTorzok